МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Вы смотрите программу события в студии Виктория Шаре. Сегодня в выпуске. Осторожный февраль. МЧС предупреждает об ухудшении погодных условий. Переборщить невозможно. Самарские рестораны готовятся удивлять гостей чемпионата мира по футболу. Вылечит всех. В Самарской области выбрали лучших врачей. Порывы ветра до 25 метров в секунду. Жители Самарской области просят реже выходить из дома и не садиться за руль. В регионе объявлено штормовое предупреждение. В ближайшие сутки в области будет командовать активный средиземноморский циклон. Сильный ветер, метели на дорогах и снежные заносы. В связи с этим сотрудники МЧС просят самарцев вести себя крайне осмотрительно. При порывах ветра не находиться рядом с козырьками крыши, рекламными конструкциями и деревьями. Такая погода сохранится до середины недели. На еженедельном совещании в городской администрации главам районов поручено не расслабляться и подключать все силы на борьбу со снегом. А также особое внимание уделить санитарному содержанию территорий. В любом случае, если нас с вами завалят, мы за один день с вами не справимся. Кроме того, в связи с такой загрузкой стали упускать контроль за санитарным содержанием районов. Прошу на следующий понедельник и в повестку тоже включить протокольное поручение. По районам доложите о работе административных комиссий именно в рамках санитарного содержания. Аэропорт Курумыч работает в штатном режиме. Современная взлетно-посадочная полоса позволяет принимать и отправлять воздушные суда практически без ограничений по погоде. Некоторые рейсы задерживаются по решению авиакомпаний или из-за метеоусловий в пункте отправления. В частности, с опозданием прибывают самолеты из Москвы, Уфы и Кирова. Для Самарского аэропорта нынешняя погода станет хорошей проверкой на прочности новых всепогодных систем управления, которые были установлены к Чемпионату мира по футболу. Документальное кино не для слабонервных. Пешеходам, которые слишком торопятся, чтобы перейти улицу по зебре, показали, чем может закончиться спешка. На улицу города выехал агитационный автобус. Много ли пеших нарушителей на дорогах увидел Артем Устинов. Уже с 8 утра на пересечении улиц Победы и Пугачевской дежурят дорожные инспекторы. Время раннее. Люди торопятся на работу. Не все доходят до ближайшего перехода. Предпочитают срезать. Они не замечают, что на их пути стоит агитационный автобус. В отличие от обычного автобуса, в этот садятся только нарушители. Сотрудники ГИБДД составляют протокол, проводят с ними профилактическую беседу и демонстрируют видео. Это документальные кадры с камеры дорожного наблюдения. Просмотр таких роликов впечатление производит. Но не всегда останавливает. Как и штраф за переход в неположенном месте. Правила воспринимаются как формальность. Вот и этот пешеход вину свою признает неохотно. Мне кажется, что я все правильно. Я видел, он останавливался, я пошел. Я все понял, больше всего. Наезды на пешеходов – один из самых популярных видов ДТП. Часто в этом виноваты не только водители-лихачи, но и сами пешеходы. Только за январь 2018 года количество таких аварий выросло в два раза по сравнению с прошлым месяцем. Если в прошлом году было всего 12 происшествий в границе пешеходных переходов, в которых не было погибших, и было 12 пострадавших, то в текущем году таких ДТП произошло 27. В таких происшествиях погибло двое человек, и 25 получили ранения различной степени тяжести. А потому что сами виноваты, я хочу сказать. Вышла из трамвая, не смотрит. Есть у нее, чтобы ей можно было пройти. Пошла напрямую. Я всегда смотрю. Всегда смотрю. Поэтому я жива еще. В реальности переходить дорогу только там, где это разрешено, оказывается не так легко, как кажется. Остановки транспорта расположены не всегда удобно, и пешеходы экономят время, рискуя жизнью. Профилактические мероприятия, конечно, необходимы. Но проблема безопасности на дорогах пока остается острой. Артем Устинов, Григорий Плешаков. События. Переборщить невозможно, во всяком случае, когда готовишь блюда для гостей Чемпионата мира по футболу. Самарские повара ломают голову, чем бы этаким удивить гостей областной столицы. Рецепты новых блюд записала Лариса Шалафаст. Самарские рестораны готовятся к приему туристов. Футбольных болельщиков из Уругвая, Коста-Рики, Сербии, Австралии будут угощать иностранными блюдами и традиционной русской кухней. В одном из популярных ресторанов Самары готовят специальное предложение. У нас присутствует и английский, как суп из бычьих хвостов, присутствует и борщ русский, и стейки, и бургеры, и закуски под пиво. Особенность присутствует частичка русской души, которую вкладываем мы в свои блюда, хоть они и, как говорится, заграничные, английская же на основном кухня. Стараемся частичку своей русской души вкладывать, но и, как говорится, не уходя от классических блюд. Особое внимание уделяют и подготовке персонала. В каждой смене есть англоговорящие сотрудники. Также планируют обучить официантов и хостов с фразами и на других языках. Чтобы в общении не возникало проблем, выпустят специальные разговорники. Также меню в ресторане переведено на английский язык. Есть полностью меню на иностранном языке. Также подготавливаем специальные предложения по сезону, которые также будут доступны на английском языке. Мы рассмотрим вариант изготовления, подачи меню также и на других возможных языках. Гости будут из разных стран, поэтому, в принципе, мы стараемся подготовиться к каждому. Гильдия поваров области тоже без дела не сидела. Провели конкурсы, битву поваров и самые самарские блюда и напитки. В них приняли участие несколько сотен профессионалов. Свои идеи предлагали и горожане. В итоге рестораны возьмут на вооружение современные и старинные рецепты пирогов, каш, киселей и морсов. Также фишкой Самары станут рыбные блюда, что вполне логично для города на реке. Я считаю, нам не надо удивлять иностранцев в плане изысков кулинарии. Нам нужно показать аутентичность нашей кухни, нам нужно показать наши корни. И именно наши национальные блюда, я думаю, понравятся гостям. Поэтому не стоит изобретать велосипед. Нам нужно уходить, наверное, ближе к корням, ближе к истокам, в историю. Естественно, не все туристы будут питаться в ресторанах. Этот момент организаторы Мундиали тоже обещают учесть. Спасибо. Уже через несколько месяцев на улицах и в массовых местах отдыха появится больше пунктов питания, чтобы и самарцы, и гости города смогли быстро перекусить или взять еду и напитки с собой. Поэтому голодать туристам в Самаре точно не придется. Лариса Шлафаст, Артем Сулайманов, Василий Колдашов. События. А теперь коротко о других темах дня. Помощь медиков понадобилась пожилой женщине в Сызранском районе области. Пенсионерка провалилась в погреб, расположенный в стороне от дома, где она живет, и повредила ногу. Ночь женщина провела в погребе, а наутро ее спасли из заточения соседи. Сейчас женщина находится на лечении в больнице. Несчастный случай со смертельным исходом произошел в Тольятти на одном из химических предприятий. Как сообщили в Министерстве труда занятости и миграционной политики Самарской области, около 18.30 в отделении дозирования при проведении уборки аппаратчика затянуло на вал. Работник получил травмы несовместимые с жизнью и скончался на месте. 17-летний юноша, выпавший из окна, скончался. Напомним, в Тольятти из окна 6-го этажа общежития на улице Дзержинского выпали двое подростков. 14-летняя девочка и 17-летний юноша. Сейчас по факту происшедшего проводится проверка. По предварительной версии причиной трагедии стал несчастный случай. Компания подростков играла на 6-м этаже. В какой-то момент двое молодых людей, находившиеся на окне, не удержали равновесие и упали. Двое жителей областной столицы подозреваются в незаконной банковской деятельности. По предварительной версии злоумышленники разработали схему, позволяющую им выводить денежные средства клиентов из безналичного оборота по фиктивным документам. После чего деньги обналичивались и возвращались обратно клиентам. Полицейские установили личности предполагаемых злоумышленников. Ими оказались мужчина и женщина в возрасте около 40 лет. Во время обысков у них найдено 5,5 миллионов рублей. По предварительным данным, доход, полученный в результате незаконных финансовых операций, составил более 25 миллионов рублей. Городские власти купили для переселения из аварийного жилья 525 квартир. 29 из них расположены в советском районе, более 250 в крутых ключах, 244 в микрорайоне Волгарь. Программа по переселению граждан из ветхого жилья действует уже несколько лет. В конце прошлого года 500 человек получили ключи от новых квартир в микрорайоне Волгарь. Вы лечит всех. В Самарской области выбрали лучших врачей. Профессионалов своего дела оценивали в трех номинациях. Терапевт, педиатр и акушер-гинеколог. С лучшими в своем деле познакомилась Лариса Шалафаст. Терапевтом в участковой поликлинике Сусана Колян трудится 8 лет. Говорит, всегда хотела помогать людям, поэтому выбрала профессию врача. Через отделение проходит 9 тысяч человек. Нагрузка большая, но уйти с профессии никогда не хотела. Среди тысяч претендентов на звание лучшего терапевта области она стала лучшей. Больше, наверное, сочувствовать. Больше быть немножко психологом, чем врачом именно. Потому что больше слова больше сделает, чем вот таблетка какая-то. Конкурс лучшей врач области проходил впервые. Победители определяли в трех основных номинациях. Это врач-терапевт, врач-педиатр и врач-акушер-гинеколог. Победители отметили на заседании итоговой коллегии Министерства здравоохранения региона. Приоритетным направлением работы сейчас остается улучшение демографической ситуации. С 2013 года смертность в области снизилась больше, чем на 5%. В регионе начал работу новый перинатальный центр. Модернизирован перинатальный центр в Тольятти. Внедрены современные технологии. В результате за год не зафиксированы случаи в смерти, связанных с осложнением беременности. Не обходит вниманием и села. Построены новые фельдшерско-акушерские пункты в Камышлинском, Волжском, Сергиевском и Челновершинском районах. Скоро в области заработает единый диспетчерский центр по управлению скорой помощи. Он будет работать на базе Самарской городской станции скорой медицинской помощи. И у нас одна будет станция скорой медицинской помощи, которая будет охватывать все пригороды и город Самару. Такой же диспетчерский центр дублирующий будет открыть в Тольятти, который тоже будет работать на межрайонном уровне. И тем самым мы считаем, что мы очень сильно будем влиять на жизнеугрожающее состояние. По-прежнему актуальным остается кадровый вопрос. По итогам года в лечебные учреждения региона пришли 500 молодых врачей. Это на 40% больше, чем годом ранее. Продолжились выплаты в размере 166 тысяч рублей врачам наиболее востребованных специальностей. Всего выплаты получили больше 200 сотрудников. А 107 врачей, которые переехали трудиться в село, получили выплаты в размере 1 миллиона рублей. Лариса Шлафаст, Артем Сулайманов. События. Информация с доставкой на дом. Представители избирательных комиссий вместе с общественниками ходят по квартирам и рассказывают самарцам об изменениях в выборном законодательстве. Такие визиты для горожан уже перестали быть нежданными. В чем и убедился Данил Лучко. Добрый день. Добрый вечер. Добрый день, добрый вечер. Сколько народу. Мазать, вы знаете, что 18 марта будут выходить выборы в нашей стране? Все пойдем на выборы. Нина Соловарова еще ни одни выборы не пропустила. Голосовать ходят всей семьей. Ну как же, это обязательно нужно. Выбираешь человека, нужно доверять этому человеку. И чтобы лучше нам жилось. В этот раз представители избиркома обходят дом на улице 22-го партиезда. Большинство жильцов в курсе, что вечером к ним нагрянут гости. Во всех подъездах висят объявления, а по ТВ идут репортажи. Объяснять самарцам, почему нужно идти на выборы, не приходится. На этот счет у них есть свое мнение. Выборы – это будущая жизнь наших детей. Что выберем, так они будут жить. Кого выберем, от этого все зависит. Депутат Дмитрий Назаров свои вечера тоже тратит на такие встречи. Уверен, не зря. Говорит, не все еще в курсе последних новшеств в выборном законодательстве. Вы знаете, где ваши избирательные участки? Да, я знаю. Вы знаете, что вы можете проголосовать на любом избирательном участке? Конечно, я знаю. Я депутат этого микрорайона, и мне не безразлично, как у нас складывается ситуация в нашем городе, в том же микрорайоне или в стране. Поэтому хотелось бы, чтобы люди активнее отнесли их к своей гражданской позиции. Хотелось бы, чтобы пришли и проголосовали. В списке членов избирком еще 50 домов. Если кого не застанут дома, обещают обязательно прийти повторно. Даниил Лучко, Артем Сулайманов. События. И вот какие материалы сейчас готовят к эфиру наши корреспонденты. Отдали на откуп самарцам судьбу многострадальной стены на площади славы решат горожане. Все на чемпионат самарским студентам расскажут о возможности стать сюардами. Овертайм 226 очков на двоих. Борьба до последних секунд. Баскетболисты Самары вырвали невероятную победу. На этом наш выпуск завершен. Увидимся. Одежда ведущим предоставлена Дома моды Маши Горячевой. Редактор субтитров А.Семкин